привет ребята как бодрость духа раз вы видите студента я помню дверь открыл значит студент возвращается домой и мы начинаем наш студенческий блог вернее даже он правильно называется у нас каллежского студенческие на канале из my life студент с котятами поздоровался поздоровайся с дорогими подписчиками или подписчики студент сегодня устал как он не валялся очень сильно давай студент рассказывать что там сегодня кашу заварил как не важно на самом деле все хорошо давай добавим громкость от у тебя на канале не слышно все хорошо просто очень устала потому что последний класс два с половиной часа у нас было на написание сочинения тему мы узнали ровно так сказать когда стукнуло два с половиной часа до окончания класса учительным по-быстрому раздал ее огласил списочек да он рассказал мир она была опубликована в два часа за два с половиной часа до окончания класса она стала опубликована в нашем вот это вот приложение в конве ну и плюс он еще для тех кто запасном на запасном пути распечатал все на листике что затем тема была о стереотипах о том хорошо это или плохо нужно ли этого избегать в жизни и нужно было высказать свою точку зрения и можно было привести пример своей жизни пример который вы знаете но и опять же он нам разрешил немножко приврать но он сказал пределах разумного говорит может быть вы конечно никогда в жизни не встречались со стереотипами поэтому как ну можно чего-нибудь придумать к примеру мой друг был там в такой ситуации но убери что чтобы это оставалось в пределах реальности то есть описать стереотип на вымышленном примере на вымышленном примере можно но чтобы он тем не менее с большего походил на реальность он особо за нами скажем не присматривал он сидел читал работы которые мы дали до этого но при этом он был он постоянно вставал и говорил что если кому-то нужна какая-то помощь просто дай мне знать при этом он концу класса видимо и сам утомился потому что уже он и зевал и на стулья откидываться как петли но видимо мы забросали его прошлыми работами он стал слоняться по классу и свою помощь но всем прям придрогать очень навязчиво мы с девочкой сидим разговариваем потому что она говорит а как ты поняла а ограничим было скажем не ограничение как одно из условий сочинения должно быть на какую тему в сочинении должно быть соблюдены все в общем написание сочинения должно быть сотрудник структура сочинения и ну как это сказать оформление его ну как бы нельзя путать допустим вот пишется фамилия имя студента потом надо писать его фамилию имя они название нашего класса и номер секции ну вот все вот эти моменты надо было очень правильно соблюсти и плюс еще было одно условие что сочинение должно быть не менее 500 слов ну и все сидят усиленно эти 50 500 слов набивают а девочка рядом со мной сидит где суши это как ты поняла что как бы ну что 500 слов то уже есть я говорят и в чем пишешь потому что я же говорю он на вас перебью смотрите ребята если видите справа под деревом белка что-то жрет я тебе не просто хочу рассказать что у нас белки повсюду но это веселое слово ребенок хочет меня поправить сказать что пушит вы видите ли не видите но если не видите мы вам потом покажем сережа надо будет обязательно приехать в этот парк эту белку на гусь фотографировать которую приходит и она понимаешь с ее габаритами и уже надо клянчить нашего учителя чтобы у нас на ее взял к себе вкрас потому что ну блин она очень толстая мне кажется у нее проблем потому что жирная американская ребята но я вам скажу иногда мы конечно белорусы но все в америке граждане постсоветского пространства украина беларусь русские грузины армяне казахи это все русские все русскоговорящие это все русские я вам скажу иногда очень стыдно быть русским потому что стереотип что все русские бухают он на самом деле есть и если американец знает пару слов русских то это обязательно будет слово водка это обязательно его русские научат матным словам и вот он будет говорить типа сколько ты можешь водки выпить или русские пьют водку и честно говоря очень стыдно вот прямо едешь в машине прямо те становится стыдно что думают о те что ты русский какой-то бухарь и я вам честно говорю я всегда говорю что я белорус чтобы хоть как-то от этого откреститься вот вам и стереотип и тема сочинения и бла-бла-бла и стыд за нацию и за все остальное это стереотип что поделать некоторые американцы тоже пьют и это же сильно но все-таки культура питья в америке очень сильно отличается от культуры питья в белоруссии я не буду говорить за другие страны и это очень заметно все-таки но немножко они по культур не в этом плане это точно как стереотип что все американцы жирные которые говорят на той стороне так я вам скажу что нифига не не жирные а я бы сказал стереотип что все американцы замкнуты на здоровой пище и на здоровом образе жизни и на спорте потому что у меня уже давно готов видос про л и фитнес я его когда-нибудь выложу вы просто там увидите какие бабушки какие дедушки какие молодые какие пожилые какие нормальных лет занимаются спортом они все время куда-то бегут по стадиону бегут по тротуару то есть вот они реально это можно сказать стереотипа которым не знают на по той по ту сторону то есть вот в беларуси в россии ну ладно короче давай студент шки правду мать я говорю что он прямо уже в конце класса притомился и свонялся подходит он видит что мы что-то обсуждаем а про что вы говорите я говорю ищем где ворде можно найти сколько слов считать потому что я знаю как у меня в планшете она отражается она печатала в компьютере в колледжевском там я не представляю к чему я ей помочь могу не сидеть же в конце концов не пальцем считать я говорю понимаешь говорю но она сто процентов где-то считает мы просто с тобой не видим он прискакал уже радостно нам там начал показывать где а еще чем вам помочь мы будем так как бы нечем-то особо будешь ну и все потом чем еще делали а на первом написал я думаю структура у меня правильно я думаю что никаких механических ошибок у меня не будет оформление правильно но я немножко волнуюсь за и ну вот это вот типа там вступление тело сочинения конец это все у меня будет выдержанный правильно всякие вот эти транзишна вор добавлены но вот мне кажется что у меня немножко опять структура предложений подгулять потому что я уже потом когда перечитывала еще понимаешь у меня получается чем больше я читаю тем больше мне кажется что можно улучшить поэтому иногда я до улучшается а структура предложения для тех кто не учил английский язык или учил на не обращал внимание в общем русские люди говорят немножко по другому не так как американцы будем говорить не будем англичане говорить то есть если мы говорим подлежащие сказуемое прилагательное то здесь все перекручивается наоборот то есть то что мы в предложении ставим первым в америке станется предложение в предложении в конец и поэтому как бы для нас это для нашего языка для нашего понимания такая постановка слов очередность она немножко дико и неудобно а для американцев это нормальный поэтому наш мозг думая по-русски американские слова английские ставят в порядке в русском и это вот называется неправильная структура предложения и и вот как он когда ты что-то где-то список чтобы ее поставить правильно составить эту структуру это конечно надо определенное количество времени отучиться научиться это чтение понимание вот это все она придет в голову со временем и чем голова моложе тем быстрее она туда заходит вот у нас три головастика сзади сидят и к ним это просто вошло в голову и когда мы просим старшего младшего среднего объясни почему здесь надо такой артикль или почему здесь надо такое слово не говорят мы не знаем она как-то само собой вот они говорят и не думают об этом а мы постоянно думаем какой артикль куда воткнуть какое слово по использователю словосочетания у них уже в голове эти словосочетания сидят как у рожденных как будто здесь но наш студент делает большие успехи вчера на конференции с тремя учителями маришка разговаривала всех их научила разговаривать они все понимают она их всех понимает я сидел и ей гордился и восхищался и тоже понимал пару слов сейчас расскажу интересную недавно я рассказывала про не хорошего человека который мою подружку обидел тем что он сфотографировал ну он ее обидел не тем что сфотографировал влог называется что-то там стукач посмотрите этот влог там подробно рассказано какая была эта ситуация неприятная и вот этот человек который создал он раз ко мне обращался уже просто я вступила за свою подружку потому что она но я думаю это опять же это мой стереотип что я себе представляю она египтянка она очень такой спокойный она за себя не может как бы постоять вот мне так кажется что она такая хорошая восточная женщина которая тоже у нас неплохая ну в этом плане ну как ты сказать что но ты не могла постоять за себя на первом курсе когда тебя учили там не может быть некоторые студенты тоже не культурно воспитанные ну хорошо да ну факт что тут она вообще растерялась она сидела такая блин слезы на глаза просто ты так говоришь как будто ты какая-то забияка тут все ходят защищать нет я неправильно значит доношу свою мысль но факт что с ним перестали общаться в красе и вот перестала ну я как бы естественно с ним не общаюсь еще там пару ребят его как бы игнорируют и сегодня он такой решил ко мне подъехать и говорить типа у тебя красивая жилетка ты ее в россии покупала меня прямо в смех разобрал думаю мальчик ты мой в общем я ему сказала куда ему идти и что если он хочет такую жилетку я могу дать поразить поразит ну в общем и там еще к нему девочка с которая тоже в этом конфликте принимала участие тоже его отправила дальше сидеть на галерку в общем мы его все равно с ним не дружим и он потом сказал но это же всего лишь была шутка я типа очень удивлен что никто этого ничего не понял и вообще в общем не оценили его искрометное чувство юмора всем красно все равно с ним никто не дружит вот так а на первом уроке что было так это ж на первом уроке это сочинение нет нет сочинение на втором бра с этим мальчиком мы учимся на первом а чё делали на первом на первом уроке мы заканчивали читать рассказ учитель нам объясняла сложные академические эти слова которые мы не понимаем рассказывала нам о том как у нас будет проходить экзамен экзамен она решила последний экзамен который будет в последний день нашего семестра вот разные учителя этот учитель как у которого я сегодня писала сочинение он нам предложил на последнем уроке собраться с едой и с каким-нибудь питьем кто что любит и посидеть он ведь можно сделать фотки на память посидеть поболтать она нам дает без экзамена последний урок она объясняла как что будет проходить что волноваться всем не стоит что будет легко она говорит это будет легче чем ну вот эти тесты которые были в течение семестра что-то я и молодежь вот такой коротенький студенческо-коллежский влог так что ребята задавайте вопросы кому что интересно по учебе скоро у нас выйдет влог более такой развернутый про то как вообще пойти в колледж как там чего сделать нам один подписчик задал много вопросов ну честно говоря пока не хватает времени чтобы на них на все ответить мы хотим сделать маленьким не маленький вернее хотим сделать влог он скорее всего будет из двух частей потому что вопросов много и они объемные вот поэтому задавайте вопросы пишите смотрите подписывайтесь обязательно на канал обязательно поставьте колокольчик чтобы не пропустить новую серию и до встречи в калифорнии если кто-то приедет сюда по студенческой визе или по по какой по туристической визе или по визе как это сказать которая по green card с видом на жизнь и бла 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 и захочет всегда может к нам обратиться чтобы мы могли как-то вернее захочешь ну чтобы ему что-то подсказали там или еще что-то вот можно к нам обращаться мы подскажем всегда что знаем физически может быть не всегда поможем и немного потому что самое дорогое вернее ну сейчас объясню за скатю вперед просто это все берет время а время в америке ценится очень сильно не то чтобы все тут прямо хотят гору денег заработать но я вам расскажу быстро и очень простой пример как бы мы заметили что время бежит очень быстро хоть мы как бы и в беларуси были заняты и все дела но самый простой и яркий пример я расскажу на примере нашей дочки когда мы записывали влог про то что кто хочет заказать себе на новый год потом уже все записали мы просто сидели разговаривали и когда мы спросили дети какие вы хотите дополнительные подарки наша дочка сказала золотые слова что она хочет чтоб было больше времени чтобы мы могли больше быть вместе чтобы мы могли больше ходить и и фитнес чтобы она могла больше готовить с мамой чтобы мы могли больше проводить время вместе то есть я не знаю как вам это передать чувство но даже дети понимают насколько дорого время и в общем насколько его не хватает когда вот ты всем занят когда ты и работаешь и учишься и надо и отдыхать и прочее это очень с одной стороны и здорово с другой стороны немножко и грустно и поэтому если кто-то захочет какой-то физической помощи это просто может быть сложно в силу того что времени просто не хватает но тем не менее где-то как-то чем-то сможем вы были на канале it's my life до встречи да саш мы помним про амазон сегодня тебе попадаст что саша хочет просмотрите игрушечки на амазоне москва 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 Субтитры сделал DimaTorzok